Всем привет-привет! Спасибо, что заглянули на мое такое экспериментальное видео. Никогда не пробовала то, что попробую в этом видео, поэтому оставайтесь до конца и посмотреть результат. А то, как и почему я пришла к тому, что я сейчас делаю, довольно банально. Просто смотрела очередной видосик на YouTube про ноготочки, и одна из мастериц решила в первый раз попробовать выкладной френч. Конечно же, я задумывалась и раньше о том, чтобы попробовать данный вид дизайна, наращивания, но все время откладывала это на потом. А сейчас, вдохновившись ее, так сказать, результатом, ее попыткой, я решила тоже рискнуть. И буквально на следующий день я пошла и начала переделывать свой маникюр. Кстати, Новый год я встречала не со свеженьким красивым маникюрчиком, как все мои клиенты, а я уже с отрожжим покрытием встречала Новый год и как-то особо над этим не заморачивалась. И поэтому сейчас на видео уже переношены ноготочки. Я пробовала новый гель в работе. Молочный, очень плотный, но для формы квадрат он оказался довольно слабеньким. В предыдущем своем видео про рабочее место я более подробно рассказала свои впечатления и днем. Ну что же, и решила я пробовать на левой руке делать выкладную френч. Конечно, я не верила в успех или там не строила каких-то надежд о том, что в первый раз и все получится. Потому что, не знаю, как-то были сомнения, и я решила, что начну с большого пальчика. И если на нем уже все получится, то тогда так же быть продолжено всех остальных. Но ноготочки я все подготовила сразу, сделала снятие, пилила форму под ноль, маникюр. Ну, в общем, все эти банальные подготовительные этапы. И, конечно, волнение меня захватывало, потому что, не знаю, пробовать что-то новое, как-то так все спонтанно получилось, было очень-очень волнительно. И я решила это, конечно, записать на видео. Вот, предыдущие свои эксперименты с наращиванием на гелевые типсы, мне это было максимально неудачно. И я даже не выкладывала видео, потому что я спелила все в тот же день, когда это нарастила. Но почему-то с верхними формами и с выкладным френчем я думала, что у меня получится намного лучше. Ну, кстати, в принципе, так забегусь вперед, результат меня более-менее удовлетворил. Маникюр и всю подготовку, как я уже сказала, была стандартная. И, кстати, придя, в принципе, в студию делать этот маникюр, я даже, в принципе-то, не продумала, да, дизайн, не продумала, какими материалами я это буду выполнять. Но я вспомнила про свой полигель, который, в принципе, уже стоит, получается, без дела, потому что я перешла на немножко другие материалы. А он как раз розовенький, с блёсточками. И я думаю, о, именно тебя я и возьму, чтобы, ну, куда-то хоть использовать этот материал. Конечно, ушло его не так много, как я планировала, но всё равно хоть где-то я его задействовала в работе. Субтитры сделал DimaTorzok Конечно, выбор верхних форм у меня невелик. Это ещё самое первое, что я заказывала, начинаю работать с Алиэкспресс. Некоторые размеры уже давно утеряны. И в чём, конечно, их минус в том, что у меня вот безымянный пальчик, он максимально арочный по сравнению с моими другими. И подобрать на него форму дело не из простых, и поэтому я нашла выход. И, кстати, я взяла гелевую типсу вместо верхних форм. Вот он, самый первый ноготочек, мой экспериментный. Я его толком не снимала. Есть уже вот готовый результат. Смотрится просто фантастически, как какая-то такая маленькая галактика. Я подправлю форму, опилю бортик, и вообще очень-очень достойно выглядит. Но единственное, что в будущем я решила, что буду немного вытянуть, делать ложа. И вот тут вот уже я выложила на си ноготочки, опилила. Чёрным, светоотражающим гель-лаком, прокрасила бортики. И вот такой вот промежуточный этап получился. Не стала показывать, как я на верхней форме повторно наношу прозрачный гель, смешиваю блёски. И главное, что весь этот эффект получается благодаря хлопушкам Юки. Просто я не могу это так красиво. Но эта длина была, конечно, для меня великолата. И я впоследствии немножко подправлю. Ну, я думаю, вы со мной согласитесь, что результат просто космический получается. Конечно, в этом, в исполнении, да, в моём первом очень много недочётов. Где-то мне даже было лень доделать поверхностный опил. И на безымянном ноготочке остались сверху на ложе блёсточки. Но это был такой эксперимент, поэтому я особо не запаривалась. Но эффект мне понравился. Единственное, что, конечно, указательно, я сделала слишком тоненький кончик. И я его, конечно, потом отпилила, отрезала ножом, когда курицу разделывала. Вот. А так пока что прошло пару недель. И они были живы. Но всё-таки длина для меня стала великоватой. И я отпилила весь френч. Вот. Поэтому скоро будет очередная переделка ноготочков. Вот такой вот результат у меня получился. Я потом немного добавила кригеля в зоне кутикулы, чтобы не было такого просвечивающего эффекта. И вот уже наступает этап покрытия топа. Конечно, на данном видео не очень видно, насколько красиво. Но потом дальнейшие кадры уже вдали покажут всю прелесть данного дизайна. Вот. Пожалуйста, если есть какие-то советы по тому, как делать выкладной френч, какие-то лайфхаки, я жду ваши сообщения, комментарии. И обязательно ко всем постараюсь прислушаться и что-то возьму в работу. Ну и так как это был экспериментный такой видеоролик, я не стала как-то заморачиваться над изнанкой. Кое-где я подпилила, чтобы, в принципе, всё было ровненько. Но как-то специально там прокрашивать, что-то ещё делать я не стала. Потому что я уже засмотрелась, залюбовалась ноготочками. И не хотела что-то ещё там доделывать. Вот такой вот получился результат. Мой первый выкладной френч. Я очень горда получилась, в принципе, сносно. Могло, конечно, и лучше, но будем считать, что получилось красиво. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на мой канал.